Всем привет от нашего канала Наша жизнь вместе в Тайбур. Мы сейчас с Тайбушкой зашли в зоомагазин, огромный зоомагазин. И выбираем поморбник, вернее, выбрали наш заморбник. Её поморбник старенький форма. Он вот такой же самый наберём, но маленький. Можно пробовать с этим. У нас есть огромный выбор оборбников, по разным породам. Разное качество, разные сцены. На прилавочках огромное количество сумочек и салатчиков. Большое количество лежаков, подушечек. И очень нравятся вот такие вот объекты. Материал плотный, толстый. И внутри что-то вот такое нягенькое. Большие клетки для перевозки. Но такую клетку мы покупать не будем для машины. У нас есть уже шлейка, которая пристёгивается. Заборчики, подгородки для собачек. Так, вот в прошлый раз мы были в магазине, я обратила внимание, есть вот такие подставочки, горки для диванов. Для диванов, ну, получается, и не только для диванов, для машин. Если собачка старенькая, не может заходить сама. Такие вот ещё клеточки есть. Получается половинная часть магазина полностью для собак. Я видела бассейн, где-то здесь должен быть бассейн. Какое одеяльце красивое, подстилочка красивая. Стоит 35 евро. Сегодня мы подошли к корму. Мы давно уже такой корм диетический не покупали в тайге, но придётся вновь к нему возвращаться. Вот. И мы раньше покупали вот такой вот гастроинтерстиналь для диетиков, собачьих диетиков. Но такого маленького нет. 2 килограмма. Получается 20 евро, да. И нам придётся взять 8 килограмм. 8 килограмм – это получится 60 евро. Но всё равно, если ты берёшь больше, выгодно получается брать. Потому что стоит здесь 1 килограмм. Если много берёшь, будет выходить 7,50 евро. А там, где поменьше, там 1 килограмм стоит уже 10 евро. Ну всё. Берём вот такой вот корм для собачьих диетиков. И к этому корму мы ещё берём вот такие вот консервированные баночки тоже для собачек с гастро-проблемами. Мы корм размачиваем и добавляем туда совсем немножечко вот такой вкусняшки. Возьмём вот 4 штучки на несколько раз хватит. Что ещё? Что ещё? И возьмём косточки-вкусняшки тоже для собачьих диетиков этой же фирмы. И вот мы его берём. Всё. Давай загружай тачанку в нашу. А баночки… Так, корм вот этот вот мы взяли. Берём баночки. Баночки отправляются тоже в нашу тачанку. Вот этот корм. И вкусняшки. Я их называю баночки. В итоге они очень нравятся, эти косточки. Так, всё. И Катя выбрала вот такой вот поводочек. Такой же, как у нас, да? Нет, этот тут получше. У нас только такой один. Какой? У нас вот он уже… Ему уже, наверное, год, да? Этому поводочку год. И этот качество немножко получше мы берём. Сколько он стоит, Катя? Угу. Ну, посмотри там цена. Так, тут нету? Тут нету написано. Вот этот размер. Размер поводочка у нас L. И сколько он стоит? А стоит он… Боже, у меня не трудно здесь определиться, то ли 14,49, то ли 16,99. Светящиеся брелочки для собачек. Они разные. Включаются при лёгком надавливании. Вот какой режим. Постоянный, мигающий. Вот. А мы возьмём… Ой, господи. Жёлтенький. Возьмём жёлтенький, Катя. Да? Да. А мы возьмём жёлтенький для тайгунчика. И стоит он 8 евро. Всё. Идём к нашей тачанке. Сколько игрушек для собачек. Тайгушка, выбирай, какая тебе нравится. Тут, наверное, игрушки качественнее, чем для детей делают, да, в магазине. Мячики эти все некачественные. Они хорошие, красивые, большие, но для одного раза. Пойдём то возьмём, Катя. Так. И мы, наверное, тайгунчика выберем сейчас. Верёвочку. Верёвочки. Верёвочки. А где верёвочки здесь? Катя, иди выбирай верёвочку какую. Это мягенькая, стильная. И она... Эта белая, большая. Большая. Ну, давай тайгунчику возьмём такую большую. И такая стоит 7 евро. Всё. Очередная покупка. Ой, сколько уже набрали. Разнообразие тарелочек для собачек. Месячи. Вот такие они все иллюстрированные, красивые, блестящие. Ну, конечно, всё оно двигается по полу. Нужна подставочка очень хорошая, которая будет держать всё стабильно, чтобы собачка кушала, ей было удобно. Вот такие боксы есть для питания. Насыпаешь, оставляешь, собачка кушает, и автоматически добавляется очередная порция. Огромное количество средств, шампуньки разные для собачек. Но самое интересное... Катя, иди посмотри. Пинцеты для удаления клещей. Я такое никогда не видела. Первый раз такое увидела. Вот они какие. Обычно мы у Тайги удаляем обычными пинцетами. А тут, получается, уже для собачек придумали. И продают пинцеты. Они разные. По 7, по 8, по 3 евро есть. Вот такой пинцет. Как он устроен? Вот так вот. Внутрь заходит сам клещ и его вырывают. Продают полотенца для собачек. Продают много различных вощесочек. Для разных собачек, для разных пород и для разной, конечно, шерсти. Много тапочек. Много тапочек. Похоже для собачек. И этим летом было очень жарко. Полицейские собачки были обуты в такие-то потушки. Асфальт был очень жаркий. Ну, и вот такие вот инструменты для стрижки. Ну все, мы уходим. Тайга, уходим? Вперед. Я думала раньше прокладки бывают только для девочек. А прокладки бывают еще и для мальчика. Вот они какие. Не знаю, как они одеваются. Они одеваются, наверное, на животик вниз. Ну, в общем, все. Просто элементарно. Вот такие прокладки есть и для мальчиков. В магазине есть вот такие вот весы, на которые можно посадить собачку и посмотреть, сколько оно весит. 30 килограмм. Это мало. Но она похудела у нас сейчас, потому что у нас проблемы эти диетические. Тайга, кто там садится на весы? Так пахнет. Вот. И, в общем-то, мы заплатили 150, 158 евро. Тайга, пошли. Все, сейчас будем собираться и идем домой. Всем пока. Спасибо за то, что будешь с вами.